Ответ такой, n в восемнадцатой степени плюс n в девятой степени разделить на 2. Интересно понять, почему. Давайте сначала я объясню это, что называется, гамм-шу. Потом объясню это подругу. n в восемнадцатой минус n в девятой пополам и плюс n в девятой. Рассказываю. Вот это количество центрально-симметричных окрасок. Что такое центрально-симметричное окрасок? Вот здесь вот цена симметрии картинки. Представьте себе, что я каким-то образом выкрасил левую половину. Этот цвет правый, этот цвет ветруков, этот цвет ветруков, этот цвет ветруков, этот цвет ветруков и так далее. Почему ответ такой? Ровно n в девятой степени центрально-симметричных раскрасок. А теперь что здесь написано? Я из всех раскрасок, а их n в восемнадцатом степени, выбрасываю центрально-симметричные. А почему я делю на 2? А потому что каждую раскраску можно взять и повернуть. Если она не центрально-симметричная, каждую раскраску, если она не является центрально-симметричной, можно повернуть до 180 градусов и получить другую раскраску. Соответственно, когда не центрально-симметричная, то они будут парами, поэтому надо разделить на 2. Когда центрально-симметричная, то она сама по себе. Так вот, ребята, почему эта формула верна? Ну, давайте пока, потому что верна вот эта. Хотя по вернсайду положено писать именно вот в таком виде, чтобы вам стало понятнее идея. А давайте я разрешу эту полоску не только поворачивать, но и переворачивать относительно вот этой формулы. То есть не считается, что вот эти стеклышки одинаковые, когда их перевернешь. И я разрешаю вам переворачивать относительно этого. И вопрос тот же самый. Сколько при такой постановке задач будет разных пластиков? А правда, что стало намного тяжелее, чем брошен? Да. А вот теперь смотрите, а что будет, если будут не вот эти вот четыре перемещения, а именно дождейственное, центральная симметрия, симметрия относительно вертикальной прямой и симметрия относительно горизонтальной прямой. А будут, например, все вращения в кубах? Только вершины. Восемь. Любая может быть переведена в кубах. А после того, как одна вершина перешла, там еще можно тремя способами посмотреть, как она. Будет всего 24 этих самых вращений. Ой. Оказывается, задачу все равно можно решать. И есть та самая единообразная форма для ее решения. Вашими средствами, то есть без всякой теории группы, задачу про прямоугольную пластиру на самом деле решить тоже можно. Давайте я это сейчас вам расскажу, а потом я напишу, как это делается, что это при помощи тюрьме. Поехали. Во-первых, у нас есть Н в девятой степени тех, которые выдерживают, что выдерживают? Н в двенадцатой степени. Выдерживают. Так, давайте я их обозначу. Вот это я обозначу S горизонтальная, а это я обозначу S вертикальная. Итак, S в двенадцатой выдерживают S горизонтальная. Отлично. А сколько есть тех, которые выдерживают S вертикальная? О, они в двенадцатой. Нет. Н в девятой. Конечно, Н в девятой. Потому что, смотрите, когда у вас была горизонтальная, то вы здесь могли как угодно делать, и вот эти как угодно, и было двенадцать штук. А когда вертикальная, то если вы знаете, как устроено вот это, то вы уже все знаете. Отлично. Отлично. Теперь давайте так посмотрим. Н в восемнадцатой выдерживают дождейственное преобразование. Дождейственное преобразование. Остается на месте, когда все остается на месте. Вот это тревять, что у нас просто всего Н в восемнадцатой степени шуток. Вот, я выписал. А вот теперь вы должны подумать и написать ответ. Да. Нужно это все сложить и поделить на четыре? Замечательно. Это докажите. Доказать? Да. У вас есть сейчас способ догадаться, как доказывается теорема Герцайта в общем случае. Тогда вы все поймете. Или другой способ решить это просто как олимпиадную задачу, конкретно для таблицы. Это тоже нужно.